Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, деменция, множественные хронические заболевания, обостренные содержанием в неволе. Так описывает свое состояние 55-летний экс-президент Грузии Михаил Сакашвили. Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года, после 8 лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Затем я был немедленно арестован грузинскими властями и с тех пор нахожусь в заключении на основании слухов и политически мотивированных обвинений в злоупотреблении властью, которые только Кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными. Михаил Сакашвили, президент Грузии в 2004-2013 годах в авторской колонке для издания «Политика». По оценке самого Сакашвили, без должной медицинской помощи он может вскоре умереть и подчеркивает, что это будет выгодно Кремлю. «Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой Путина, мощным символом для всех лидеров этого региона, а, возможно, и всего мира, которые не смогут противостоять российскому империализму». Михаил Сакашвили, президент Грузии в 2004-2013 годах в авторской колонке для издания «Политика». Сакашвили снова озвучил свое основное требование к властям Грузии – снять с него все обвинения и освободить. В то же время призвал международное сообщество добиваться того, чтобы он прошел лечение в любой больнице за пределами Грузии. «Речь о предполагаемых диагнозах пока не установлена окончательно. Мы ждем. Это подозрение, и в этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях». Шалва Хачапуридзе, адвокат Михаила Сакашвили, в интервью грузинскому изданию «Интерпресс-Ньюз». По данным адвоката Михаил Сакашвили, в тюрьме подвергался пыткам и, возможно, даже попытке отравления. Помиловать и освободить задержанного в 2021 году третьего президента Грузии неоднократно призывала и Украина, и Европарламент. Но официальный Тбилиси в таких запросах отказывает всем. Алена Радько, Никита Бабенко для телеканала Freedom.